Средняя заработная плата по округу увеличилась за год на 8%, а количество безработных сократилось. На 257 837 старооскольцев приходится чуть больше тысячи безработных. О стабильности развития округа свидетельствует и демографическая успешность. Рождаемость вновь превысила смертность, подчеркнул глава. Особо отметил, что в этом году удалось ликвидировать очередь в детские сады. У нас есть только очередь, которая называется по принципу территориальности. Родители хотят водить своих деток в садики как можно ближе к месту фактического проживания. На примере муниципального предприятия СГУ МПО КХ глава рассказал, что значит рациональное использование бюджетных средств. Мы научились использовать спиленные деревья. Если предприятие ГМПО свои производственные, офисные и складские помещения отапливало раньше газом, за который нужно платить, то на данный момент предприятие смонтировало самую простую технологию. Установили древесные котлы, и эти деревья уже теперь не сжигают, а сжигают в котлах, получают энергию и экономят на газе. А на сэкономленные средства можно уже покупать коммунальную технику. Замена уличных светильников мощностью 219 ватт на 200 позволила округу сэкономить 5 миллионов бюджетных средств. В режиме жесточайшей экономии Старому Осколу предстоит прожить и этот год. 450 миллионов рублей бюджетного кредита под 0,1% из областного резервного фонда выдано всего на год. Погасить задолженность в срок – задача номер один. Дальнейшие перекредитования возможно уже только по ставке не менее 20% годовых. Финансовые трудности стали причиной для внесения изменений в положение о награждении медалью за заслуги. Если раньше премию в размере 10 тысяч рублей выдавали из бюджета округа, то теперь это задача организации, где работает награждённый. В случае выдвижения кандидатур на награждение медалью за заслуги руководителям предприятий, организаций, учреждений, единовременная денежная премия выплачивается за счёт средств соответствующих предприятий, организаций и учреждений. Предложение депутаты поддержали единогласно, однако после шутили, что скоро награждённые будут платить за награду сами. К слову о наградах. Александр Гнедых отмечен Белгородской ФСКН за плодотворное сотрудничество Староскольской полиции с областным управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В докладе о наркоситуации в округе начальник областного управления отметил, что 26% от всех стоящих на учёте наркоманов – староскольцы. Из 97 случаев смерти от передозировки, 10 зафиксированы на территории нашего округа. Треть преступлений так или иначе связаны с наркотиками и совершены в Старом Осколе. Употреблять наркотики староскольские подростки начинают уже с 14 лет, в то время как средний возраст по области значительно выше. В связи с этим, по мнению Владимира Борисовского, наш город нуждается в современном реабилитационном наркологическом центре.